Для Марии предстоящий марафон уже стал забегом с препятствиями. Чтобы ей разрешили участвовать в турнире, любительница бега неделю тренирует терпение. Оказалось, в обычной поликлинике нужную справку не получить. Ее, говорят, выдают только в Центре спортивной медицины, причем в строго отведенные дни и часы. Я не могу ходить в рабочее время вот так вот свободно, поэтому я сначала позвонила в Центр спортивной медицины, спросить вообще со скольки они принимают и как. Они сказали, что участников забега принимают только 1 и 3 августа с 2 до 4. Все это дело стоит 900 рублей, 400 рублей электрокардиограмма и 500 рублей визит к спортврачу. Но без правки выходить на старт опасно для здоровья, предупреждают организаторы. Многокилометровые дистанции – серьезное испытание. Поэтому профи готовятся к нему минимум полгода, оттачивают технику, постепенно наращивают темп. Если все было сделано правильно, на марафон бегуны придут на пике формы. Поддерживать силы на самой трассе им советуют сложными углеводами и чистой водой. Непосредственно в день забега, проснувшись, нужно обязательно позавтракать, но чтобы завтрак был где-то примерно за 2 часа до начала дистанции, даже лучше за 3 часа. Если у нас забег, основные этапы начинаются в 8 утра, то тут, наверное, придется пораньше встать и где-то в часов 5 позавтракать обязательно. И завтра должен состоять из быстро усваиваемых углеводов, макароны, например, поесть. Дополнительным испытанием для участников может стать погода, но на ближайший марафон прогнозы хорошие – будет умеренно жарко. Да и организаторы уверяют, что предусмотрели все нюансы – установили биотуалеты и душевые. Запасов воды, в отличие от прошлого года, должно хватить на всех. В середине дня, наверное, плюс 20 мы ждем, но это, слава богу, не плюс 30. Это не как в прошлом году, когда нам не хватило воды. Воды в этом году много, 28 тонн заказано, участников порядка 7 тысяч, поэтому мы их с радостью встретим. Нелегко в воскресенье придется не только участникам, но и всем горожанам из-за ограничений движения транспорта. По традиции, 5 августа во время праздничного марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге на целые сутки будут перекрыты главные улицы города – Ленина и 8 марта. Также жители просят освободить парковку на площади 1905 года, иначе вместо них это сделает эвакуатор. Чтобы для горожан, особенно для тех, кто живет в центре, перекрытия не стали неожиданностью, волонтеры сейчас расклеивают во дворах предупреждения. По их мнению, отказаться на день от машины не только не смертельно, но и наоборот полезно для здоровья. Тимур Лебедев, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга.